Катастрофа в ВСУ в районе Киев Осталось буквально несколько дней Как вы знаете, танки на подходе к Киеву Уже танки в Киеве, они рассказывают о сгоревшей Вате, о перомоках Верховной Рады Еще будут продолгать Да, еще я думаю, да, процесс идет Танки уже поздние Третья, пятая, максимум восьмое масштаб Прочистать А завтра, привычки недель Закончатся военные действия Все решится в ближайшие 2-3 дня Одесская область, она уже не по***чка То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО Мы же воюем не с украинскими генералами Мы воюем с единующим рядом НАТО Это не Украина, это НАТО Это все источники, которые сейчас у нас Все из оружия, все из вооружения Все выкипировали Соединенные Штаты Америки Круглосуточно по железной дороге Поставляют оружие круглосуточно по земле То есть завтра рано утром уже Николаев может быть освобожден от бомб***кой власти На сегодняшний момент можно говорить о том, что Николаев уже в плотном кольце блокады А в районе Николаева-Херсона российские войска постепенно подавливают ВСУ И медленно давят по направлению к Николаеву И в николаевских пабликах тоже распространяется волна паники Что, мол, русские войска в ближайшее время могут пойти на штурм орган Ну и также каждый день приходят все новые и новые сообщения о том, что Николаевску губернатор Ким Уже никто, как говорится, никуда не идет Нажим российских войск на Николаевский гарнизон с каждым днем становится все сильнее и сильнее Уничтожаются его тылы, уничтожается артиллерийская группа По сути, катастрофа в ВСУ в районе Киева И для Киева, на самом деле, это очень тревожный звоночек Потому что, как показывает опыт предыдущих боев Для любого опорного пункта, это предпоследняя его стадия Штурм Киева был отменен И группировка, которая готовилась для этого, она стала бессмысленной То абсолютно не исключено, что либо сегодня к вечеру, либо завтра Они сомкнут кольцо окружения вокруг огромной, подчеркиваю, группировки войск на Донбассе То есть, огромный котел, который далее будет уничтожен Вытаскивать войска с донбасского котла пока еще не получится По сути, то, что вижу я, что сейчас вооруженные силы парализованы Парализовано все Парализованы средства массовой информации Парализованы МВД Парализованы... Ну, СБУ первые убежали Они уже, наверное, сжигают документы для того, чтобы вступить в ФСБ, я думаю Флота авиации ПВО Украины больше нет Да, я это уже сказал Украинские военнослужащие Пока что не чинят препятствий в продвижении российских войск Идет колонна русских войск Сдерживать их просто некуда Полная какая-то, ну, растерянность у украинских СМИ Украинские СМИ это трэш, там смотреть нечего Но украинские СМИ, в принципе, от них можно сразу отписаться Заявление главнокомандующего ВСУ Залужного О якобы потерях российских самолетов и бронетехники Является полным враньем Минобороны Российской Федерации Склонен верить В этом случае склонен верить Может быть даже до ночи еще, но уже темное время суток Подойдут к предместиям Запорожья Все больше и больше сообщений о том, что российская техника в Киеве Похоже, что за сегодняшние сутки полностью Харьков под контроль взят не будет Возможно, эта зачистка Харьков будет завершена завтра Я не думаю, что Киев будет штурмовать Росгвардии А вот зачищать, брать под контроль, под полный контроль Чтобы не было такого, то взяли, то не взяли Переходный период Молитесь на то, чтобы Россия вас не уничтожила за обшарю Молите Ни, между прочим, хотят нас убивать Они не хотят ничего другого Они хотят нас убивать Они хотят сжечь Москву, о чем мне пишут каждый день Они хотят нас убивать Они хотят насиловать наших женщин Они хотят здесь устроить свое Коклятское царство Украина понадобится